В образовательно-культурном центре для педагогических работников округа провела мастер-класс Екатерина Якушина, кандидат педагогических наук, ответственный секретарь Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации. Автор курса по информационной безопасности для детей Екатерина Якушина поделилась полезной и актуальной на сегодняшний день информацией. Можно изучить средства массовой информации, можно изучить законы, по которым они живут, по которым функционируют, для того, чтобы понять, как создаются медленные фейковые новости. Чтобы отличить новость ложного, новость достоверной, можно показать детям какие-то признаки этой информации. То есть, может быть, там гречащие заголовки, может быть, несоответствие фактического содержания и оценки сообщений. В ходе мастер-класса для педагогических работников был показан фильм «Диджитал дети. Как вернуть кибернезависимость» о злободневной проблеме гаджетозависимости в современном мире. Также в непринужденной веселой обстановке преподаватели сами прошли тест, разработанный молодой журналисткой Марией Пази. «Вы тоже номофоб», результаты которого оказались самыми разными – от малозависимых от гаджетов преподавателей до гаджетоманов, киборгов. Проблемы, затронутые на мастер-классе, и самое главное – пути их решения, нашли отклик у сергиево-посадских педагогов и вызвали большой интерес. Было познавательно, и думаю, что мы с моими коллегами и с ребятами из нашей школы найдем интересный проект и поучаствуем в нем обязательно. Тема на сегодняшний день не является актуальной, потому что дети зависимы от гаджетов. Мы видим, что во время перемен часто дети достают телефон и начинают играть. Наша задача сейчас – не оградить от этих гаджетов детей, а научиться вместе с этими гаджетами жить. То есть настроить детей на то, чтобы они умели отбирать информацию, для того, чтобы пользовались гаджетами во благо, настроить свое взаимодействие с гаджетами таким образом, чтобы можно было получать знания, участвовать в конкурсах. В целом интересная информация была, потому что мы все живем в таком мире, где нас окружают СМИ и прочее. И, соответственно, нам самим нужно уметь работать с огромным потоком информации, ну и научить, конечно же, наших детей. Если мы будем более внимательны к информации, которую мы потребляем, то и жизнь станет лучше. Оксана Надежда, Мария Гаврилина, День города.